Всем привет! С вами Матвея Воксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 31 мая 2021 года. Ну вот у меня распустилась сакура. Сакура название в кавычках. Так ее называют у нас в Сибири. На самом деле это Луизиане. Миндаль трехлопастной, махровый. Декоративный миндаль. Если вы собрались покупать сакуру, то надо обратить на то внимание, чтобы она была корнесобственной. На прививке сакура живет очень мало. От одного года до пяти лет максимум. Потом она либо отваливается, либо перерождается. В общем, укореняется она очень плохо. Укоренение вообще практически не удается. Можно воздушным отводком. Я делала, получалось. Но из десяти штук одна вышла. Поэтому очень плохо. Мало дает отводков снизу. При хорошей обрезке, если ее сильно обрезать, то да, она начинает выпускать от корня побольше. От отводков корневых. Но и то их откапывать сразу нельзя. То есть через два-три года только можно откопать от росточек. Поэтому разводится очень-очень трудно. Если вы будете ее высаживать, место выбирайте так, чтобы она разрасталась на три метра вширь и на три метра вверх. То есть вот я сделала ошибку. Мы здесь ходим, постоянно мне приходится ее обстригать. Но уже большой куст никак не пересадить. Поэтому сразу рассчитывайте так, чтобы вашей сакуре ничего не мешало. Также ее высаживать нужно там, где минимально ветер. То есть солнечное место. И минимально на нее дует ветер, чтобы где-то за постройками. Потому что у меня есть в другом месте сакура. Она цветет не так пышно. Подмерзает. И цветочки не такие пышные, не такие красивые. Потому что сторона ветреная и там тень. Поэтому не рекомендую высаживать такие места какие-то неблагоприятные. Самое лучшее место ей надо. Светлое и безветренное. Что касается зимовки. Минус 50 она спокойно зимует. Саженцы, когда высаживаете на зиму, кровать не рекомендуется. То есть она подвержена выприванию. Может получиться так, что ваш саженец выприт. Поэтому у всех условия разные. Место разное. Например, у меня болото. Вообще запрещено укрывать на зиму. Она и так перезимует. Даже маленький прутик. Что касается того, когда она начинает свисти. Иногда даже маленький прутик, совсем тоненький. Допустим, покупаете. Вот такой совсем тонюсенький. И он уже с цветами. Но бывает так, что где-то на второй год начинает свисти. Сколько у меня было отводков, они начинали свисти сразу. То есть корни собственный, саженец, он сразу начинает свисти. Хоть несколько цветочков, но он покажет себя. Вот вроде такие вопросы, которые мне последнее время задают. Вот я рассказала. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok